Всем доброго времени суток! Дорогие друзья, всем вам известно, что месяц назад самурай потихонечку начал готовиться к чемпионату мира, который проходил в Хорватии. Но, к сожалению, наш графуня был против, чтобы его брат поехал туда и чуть-чуть его покалечил. И, к сожалению, мы пропустили чемпионат мира, хотя у нас были большие шансы. Всем, Светлана, вы уже все знаете, Светлана Михаил, дай Бог им крепкого здоровья. Спасибо большое за все то, что они делают для нас, для наших питомцев, для вас. Потому что большие отзывы, приятные отзывы, положительные отзывы приходят от людей, которые меня благодарят, что я показал этих людей. Они создали свой телеграм-канал, платный, кстати. Ссылку я обязательно прикреплю вот сюда, под этим роликом. Поймете, почему. Они очень многим людям помогают. Тем, которым помогли, дорогие друзья, напишите в комментариях, чтобы остальные тоже прочитали и понимали, что это не просто слова. Хотя та публика, которая нас смотрит, знает, что мы слова на ветер не кидаем. Дорогие мои, Светлана поехала со своими тремя питомцами. То есть кто-то там двоюродный брат самурая, ну, родник. То есть одна шайка, как я их называю, поехала туда. Да и вы знаете, что у нас сейчас санкции. И чтобы добраться на чемпионат мира, Светлана, путь занял у нее туда и обратно две с половиной недели. Не буду тонкости рассказывать, но я следил за этим процессом, естественно, не говорил, но был на связи, был в курсе, хотя один из подписчиков Светланы, ярый подписчик Светланы, который полностью нас информировал, но от меня ничего не выходило. Я бы хотел, Светлана у меня в гостях, я бы хотел и знаю, что вы также любите выставки, и это другой масштаб, чемпионат мира, то есть со всего мира приезжают. Если я не ошибаюсь, у них в классе было, нет, я ничего не назову, пусть сама Светлана сейчас присядет, все вам расскажет, объяснит. Не такое короткое интервью сделано, а в конце интервью мы вам обязательно выставим, у нее, поймите сам, она за рулем, она сама выставляет, там все незнакомые люди, иностранцы, то есть она сняла буквально два кадра, один кадр, второй кадр, но самое интересное будет, дорогие мои, в конце ролика посмотрите на чемпионате мира, сколько собак, в том числе и Светлана, она была в синем красивом костюме, со Славой, Сиба-Ину. Сколько собак вышли на бест? И эксперты должны выбрать из такого количества собак три победителя. Дорогие мои, я уступаю место Светлане, она вам подробно расскажет, как она доехала, сколько заняла дорога, потому что все такие обращения, рассказы нашей аудитории нравятся, потому что они жизненные, а мы все с одной жизнью, так что ждите. Итак, всем привет, вот приехала я коллегу, конечно же, приехала из поездки, сразу принеслась коллегу, мы тут пьем чайку, разговариваем про поездку, я ему все рассказываю. Тяжелая была поездка, на самом деле, ну, наверное, даже хорошо, что самурай с нами не поехал, потому что ответственность за чужую собаку, ну, чужая, она, конечно, моя, она не совсем чужая, она, конечно, и моя тоже, ну, в том плане, что моя родная кровинка, ну, так-то она, Олег уже принадлежит, и это его собака, и, конечно, ответственность была бы большая, а дорога у нас была очень тяжелая, масса была приключений. Я раньше ездила в Европу довольно часто, до ковида, там, до 20-го года, и очень много была в Европе, и постоянно ездила на интернациональные выставки, и, в общем, я достаточно известный уже заводчик по своей породе, и выигрывали, и проигрывали, всякое бывало, много путешествовало, несколько раз в год мы ездили на самые крупные выставки, в том числе чемпионаты мира и Европы, и, конечно, это было все намного легче, проще, быстрее, потому что ехали через Прибалтику, и там, значит, эта дорога занимала достаточно, ну, недолгое время, там, максимум, там, сутки-двое, поэтому все это было быстро и легко. Здесь я первый раз спустя 4 года поехала в Европу, и этот путь был, конечно, витиеватый и сложный, потому что мы теперь можем заехать в Европу только через Турцию, и поэтому это сначала был самолет, потом это был трансфер, потом это трансфер в Европу через границу, потом это была машина в аренду, и на машине в аренду через несколько границ мы уже поехали в Загреб. Вся дорога у нас заняла трое суток с лишним, и все эти трое суток мы находились на ногах, мы постоянно были в состоянии такого нервного стресса, потому что много разных неожиданностей на пути было, но, тем не менее, мы все преодолели, прорвались через все заслоны, приехали в Загреб и, как бы, попали, попали, наконец, на этот чемпионат мира, на который дорога нам была закрыта несколько лет. Я могу сразу сказать, что я выставлялась под своим российским флагом, и я очень рада, что людям, которые нам помогли записаться на этот чемпионат, записали меня под российским флагом, а не под флагом какой-то другой страны, как многие писались. И для меня это, на самом деле, особая гордость, потому что судьи знали, кого судили. В нынешней политической ситуации, к сожалению, политика есть и в кинологии, и, к сожалению, многие судьи, имеющие свои политические пристрастия и мнения, тоже переносят это на собак. Ну, ничего с этим не сделать, это жизнь, и это не значит, что не надо ездить в мир и показывать своих животных, беседовать с людьми, разговаривать и так далее. Я могу сказать, что нам помогало огромное количество людей, все абсолютно люди, встречавшиеся нам на пути, благозелательно к нам относились. Если мы просили какой-то помощи или совета, нам эта помощь была оказана. Несмотря на то, что есть препоны и препятствия, выстроенные политиками разных стран, с точки зрения даже каких-то законодательных ограничений, несмотря на это, все удалось решить, преодолеть, найти выходы из всех ситуаций. И нам действительно помогали, помогали простые люди, очень много людей нам помогло, и эти люди, им огромное спасибо, потому что без них поездка наша, конечно бы, и не состоялась. Вот, поэтому было очень здорово встретиться со старыми конкурентами, со старыми друзьями, с которыми мы раньше пересекались на разных интернациональных выставках, поговорить, обсудить про породу, ну и, конечно же, показать себя. Мы на чемпионате мира, на воркдок-шоу в Загребе заняли, я со всеми своими собаками заняла вторые места. Ну, сказать, что бы я была расстроена, или я была бы сильно рада, не могу описать свои ощущения. Наверное, к своим ощущениям, которые я испытываю, я приду чуть позже, когда переварю вообще всю эту поездку. Конечно, хотелось бы чемпионов мира. Конечно, хотелось бы чемпионов мира. Здесь куда стремитесь. Да, это всегда есть над чем работать, поэтому мы, конечно же, теперь мы знаем, как это сделать, теперь мы знаем, как к этому прийти, и я думаю, что мы будем над этим работать и к этому идти, и, скажем так, нас там ждут, и мы там можем быть, если захотим, и я считаю, что нам надо хотеть, нам надо ездить, нам надо показывать себя, надо показывать свою работу. Люди готовы эту работу смотреть, воспринимать, они готовы работать вместе. И это, наверное, самый главный вывод, который я сделала из этой поездки. Нам надо разговаривать с людьми, нам надо рассказывать. Несмотря на всякие ограничения политической ситуации, мы должны общаться друг с другом. И я очень рада, что кинология и собаки могут объединять этот сложный мир и объединять людей, которые реально болеют этим делом с животными, и которые готовы с животными работать, несмотря ни на что, и для них не имеет значения, как политики решают свои вопросы друг с другом. Это, на самом деле, для меня то самое, что вселяет надежду и желание работать дальше. И для меня это очень важный вывод из этой поездки. Ну, второе место, я могу сказать, это тоже прекрасно, потому что было записано больше... Больше 130 с лишним собак. Это в классе было 130 собак? Нет, нет, это всего в ринге было больше 130 с лишним собак. Я не помню, 133 или 136, ну, в общем, какая-то такая цифра. Это, на самом деле, можно посмотреть по каталогу, открыть. Это всё висит на сайтах World Dog Show в Хорватии. Значит, больше 130 собак было в ринге, в каждом классе было большое количество собак. У Славы было там что-то то ли 15, то ли 20, ну, большое количество собак в классе только в одном. 20-20 это много. Много, да, да, много. Выставка иногда столько не собирает, да, целая. А тут в классе в одном только в классе, да. Вот, у Тоши, у щенка было 5 щенков. И все были из очень известных, очень хороших мировых питомников. Тем более, что надо сказать, тут ещё такой есть момент. Чем больше ты показываешься судьям, тем больше судьи тебя знают и знают про их собак. Есть такая история в породе как насмотренность. И смотрят определённые типы собак. Ну, типа, естественно, даже внутри одной породы могут быть разные. И я сейчас не про правильность, не про стандарты. В принципе, на такую крупную выставку, как World Dog Show, в общем-то, ездят приблизительно хорошие собаки. Ну, все приблизительно одинаково хорошие. Естественно, они все в стандарте. Естественно, они все... А все можно записать? Или нужен какой-то чемпион, чтобы было? Нет, нет, любая собака может. Да, ну, просто люди, понимая, что это затратное мероприятие, запись стоит очень дорого. Ну, то есть запись одной собаки на чемпионат мира в последние дни записи стоила 120 евро. Ну, на наши деньги это 12 тысяч рублей только запись одна. На одну выставку. Да, вот, это затратное мероприятие, туда же еще надо добраться, там еще жить. А я могу вам сказать, в Европе все очень сильно подорожало, очень сильно. Там очень все дорого. Это катастрофически дорого все, да. В Европе все подорожало. Вот, ну, значит, это все прям очень дорого. И, естественно, это мероприятие, само по себе мероприятие сильно затратное. Поэтому вести на такое мероприятие собаку низкого качества, ну, не имеет смысла просто. Ну, как бы, однозначно выбрасывать деньги на ветер. Ну, нужно реально подходить. Да, нужно реально подходить. Поэтому, плюс, конечно, на эту выставку приезжают, это мировое шоу, туда приезжают самые крупные питомники, представители самых крупных и самых известных питомников мира. Самых известных. Которые все время на слуху, на виду, которые занимаются кинологией, селекцией, разведением не один десяток лет. Поэтому и у нас в породе тоже такие были. И их было несколько из разных стран, в том числе и стороны организатора этого World Dog Show, естественно. Да, вот. У нас порода достаточно популярная. Поэтому конкуренция жесточайшая. Просто жесточайшая. Далее. Далее, как бы, есть позиция отдать собаку, выставлять известному хендлеру в лицо. Да? Ну, вот у вас Виктория на лицо. Да, там известный хендлер. Вот. Либо, например, сам заводчик выставляет своих собак. Но для этого заводчик тоже должен быть известен. Вывести на чемпионат мира заводчику самому самых лучших своих собак – это почетно. То есть это определенный статус, это определенная, ну, как бы, гордость для заводчика, да, показать свою собаку, свою работу, да. И показать, ведь за рингом собак смотрит не только, не только судья в ринге смотрит собак, да. Но и за рингом все те, кто туда приехали, все смотрят и снимают, смотрят каталоги, смотрят твоих собак. И они все понимают, и они видят, что ты выставляешь. Даже если судья, например, ну, где-то что-то судит как-то со своего субъективного мнения, со своей субъективной точки зрения, другие люди, которые за рингом, они способны оценить твою хорошую работу, если они работают тоже в этом же направлении. То есть это такое многообразие, это такая квестистенция всего того, что может быть у тебя сделано в твоем питомнике и как бы выдано в виде вот той собаки, которую ты получаешь в своем разведении. То есть это на самом деле колоссальный статус, колоссальный опыт. Ты смотришь на работу других, смотрят на тебя, на твою работу. Поэтому я считаю для себя, конечно, удачей, что мне удалось привезти трех собак своего собственного разведения. При этом это была династийность определенная, да, то есть у меня была Бекки, которая была прабабушка щенка Тоши, и Слава, который отец этого щенка. Вот, то есть такая как династия у меня получилась, да. И я эту всю династию... Смурай, родственники все там были. И они все родственники Смурай, конечно. Вот, и я их всех троих показала, и они все заняли второе место. Ну, в принципе, конечно, надо быть рады этому. Надо быть рады этому. Но я хотела чемпиона мира. Будем работать. Скажи, пожалуйста, у Смурая был шанс. Да, был шанс. Класс интермедиа, в который бы я записала Смурая, он был, ну, прям, скажем, слабее, чем класс открытый и класс чемпионов. Кстати, выиграла тоже российская собака класс интермедиа, хорошая, качественная собака. Ну, не моего разведения, другого питомника, но российская тоже. И тоже под российским флагом я специально посмотрела, они были записаны под российским флагом. Да, да, я специально посмотрела, да, да, специально посмотрела, молодцы тоже, да, что приехали. И выиграла собака этот класс интермедиа, но там собака была, она в линьке была, не в очень хорошей форме. В том форме, который был самурай, который я увидела, у него был шанс побороться за реально, за первое место. Дорогие друзья, переходите на телеграм-канал, Светлана и Смихаил, он платный, там не только выставка, переходите, там будет много, дорога, как они доехали, гостиницы, как они там разбили машину, как их оштрафовали, как в аэропорту, там очень много будет всего интересного, переходите на телеграм-канал, Светлана там напрямую с Смихаилом общается. Прошу прощения, что ты идёшь, я делала мою ману. Да, 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 я поняла, поняла. Так, вы продолжаете. Вот, ну вот, и мы, ну, и в общем, в общем и целом результаты достаточно высокие, я считаю. Меня вспомнили, ко мне подошли разные мои друзья, ну, друзья знакомые, да, бывшие, которыми мы встречались на разных выставках несколько лет назад, с которыми мы постоянно конкурировали в рингах, и которых я обыгрывала, а где-то меня обыгрывали, но, как бы, всегда мы были в контакте, в хорошем, потом вот наши, к сожалению, события последних лет нас разъединили в этом общении, и вот здесь вот мы встретились, встреча была благожелательная, чему я очень-очень рада. Ну, вот это вот вкратце, да, по нашим результатам. Первый день был ЦАЦИП, ЦАЦИП это международная выставка, там тоже было достаточное количество собак, конечно, значительно меньше, чем на мировой выставке. Там у меня Бэки стала лучшим ветераном, мы вот участвовали в БЭСТах, но в БЭСТах мы, к сожалению, ничего не заняли. Ну, давайте скажем так, 10 групп, 10 групп всего в ЦАЦИП, да, значит, в каждой группе до 50 разных пород. Ну, скажем так, не было там, не в каждой породе были ветераны, но как минимум там 10-20 разных пород ветеранов выходило в каждой группе. Вот, считайте, около 200 собак приблизительно. Вот, ну, то есть там, ну, 100 точно, да, то есть это огромное количество, и вообще очень часто в странах БЭСТы судят по группам. Ну, то есть выходит, первая группа выбирают лучше, во второго группы выбирают лучше, там третья группа выбирает лучших, потом, значит, всех вместе как бы объединяют лучших, и из лучших там уже небольшое количество, там где-то 10-11 ветеранов выбирают, ну, как бы трёх. Это как бы логично. Здесь всех выпустили в этот большой главный рим. Конечно, я как бы, тут сложно рассчитывать, что судья, ну, трёх собак надо выбрать, но это как бы, это непонятно. Скажи, пожалуйста, что тебе дали вот эти соревнования, выставка, второе место, вице-чемпионы, это не шуточное, вице-чемпионы. Ну, да, вице-чемпион мира. Правда, такого титула бумажного не существует, но номинально он есть, да. Что тебе это даст в твоей карьере, в твоей деятельности, что тебе даёт это? Понятно, а щенки в три раза дороже, да, Света? Ну, не в три, конечно. Тут же у меня вопрос же не просто, я могу и так щенков в три раза дороже продавать, у меня высокий уровень разведения, да. У меня же вопрос именно находить хозяев своим щенкам, а не просто дорого их продавать. Значит, ну, во-первых, я посмотрела на общую, как бы, на собак, на общие типы собак, которые разводятся в Европе, да, и сделала вывод, что он, ну, как бы, с качества собак в Европе, ну, как бы, хороший, хороший уровень. Вот она тоже играет. Вот, ну, да, хороший уровень собак, и, собственно, они очень конкурентно способны, и там есть интересные очень собаки. Ну, понимаете как, заводчик, он не может замыкаться внутри своего питомника, это называется питомниковая слепота. Ты не сможешь селекционировать и удерживать породу, если ты не будешь видеть, что есть вокруг тебя, какие есть варианты, куда стремится порода, как она развивается и так далее. Поэтому всегда надо смотреть вокруг, и выставка – это как раз то место, где можно посмотреть вокруг и понять, что вокруг тебя происходит, потому что если ты не будешь сравнивать, ты не увидишь проблем у себя. И, а так, ты понимаешь, вот, там, собака, например, красивее, как тебе кажется, да, значит, что надо сделать, чтобы у тебя собаки были красивее, что какие крови надо прилить, в какую сторону надо идти, или там собаки работают лучше, значит, как надо лучше с ними заниматься, или как работают собаки, или лучше или хуже, подготовка по шерсти, шерсть, ну, понимаете, это профессионализм, да, но каждый работает в своей области, если мы не будем встречаться и разговаривать со своими коллегами, партнерами, если мы не будем с конкурентами общаться, мы не сможем продвигаться, мы не сможем развиваться, да, мы не сможем развиваться, мы не сможем расти, мы не сможем селекционироваться, да, а наша селекция – это во всем, но иначе ничего не будет развиваться, иначе у нас не будет там хороших машин качественных, у нас не будет развиваться электроника, не будет расти уровень жизни, У нас всё встанет, мы уйдём в каменный век опять, всё деградирует. Поэтому такого рода выставки – это вектор к развитию, чтобы работать над собой, стремиться к чему-то, ставить какие-то новые задачи и решать новые высоты и пытаться их достигнуть. Поэтому в выставках должны участвовать и участвуют все уважающие себя заводчики и серьёзно занимающиеся кинологией всегда. Поэтому это вот такой опыт. И ты, когда приезжаешь на такое большое мероприятие, ты на всё это смотришь, и у тебя там квестистенция того, что происходит в мире вокруг тебя, и ты можешь оценить свою работу. Дальше. Результат этих выставок – это как результат уже твоей личной работы, твоего признания твоей работы. В данном случае и самооценка, и оценка судей, и оценка других. Потому что, ну, вот, значит, я могу сказать так, те, кто у меня выиграл, они постоянно там, они постоянно выставляются, они постоянно на слуху, на виду, на фейсбуке. А они не хотят приехать в Россию? А они не могут приехать в Россию, они не приезжают сюда. А почему мы можем, а они не могут? Ну, не знаю, может, не хотят. Таким же путём они не могут к нам приехать? Могут, конечно, если захотят. То есть за приездах нет? Нет, мы никому не запрещаем к нам приезжать, они просто к нам не приезжают. Я не знаю, почему, я не хочу даже об этом думать. Самое главное, что Российский флаг поднял, а вот это мне очень важно. Поэтому я тебя пригласил, ты приглашил, ты приглашил, ты приглашил. Да, я так и знала. Если бы не приглашил, ты приглашил. Вот, это их дело, собственно говоря, да, это как бы они так считают для себя возможным, нужным, возможно им достаточно конкуренции у себя внутри, я не знаю. Но на их фоне, на их территории, на их территории занять вторые места, это дорогого стоит. Да, да. Да, это дорогого стоит. Скажи, пожалуйста, когда бы флаг подняли российский, а оно... Ну, куда подняли? Вы же так, фигурально подняли. Понятно, фигурально. Они же называли Раша там, да, или нет? Нет, они ничего особенно там не говорят, не объявляют, но нет, они ни про кого не объявляют. Но это можно посмотреть в результатах. То есть... Да, да, залезть на сайт, там в результатах все вывешено, да. Тогда скажи, пожалуйста, какие у нас... Дорогие друзья, чтобы вы понимали, все, что можно было в России, Светлана все взяла. Ну, я беру, да, я активная. Она все интер-чемпион, чемпион, российский чемпион, все. Это интервью со Светланы, дорогие мои, я попросил, и мы с ней обговорили. Я знаю, что вам тоже интересно. Я с большим удовольствием, мы с ней не разговаривали на эту тему, чтобы вы понимали, я впервые сижу, слушаю, что она рассказывает. Большим уважением. Внимательно сижу за кадром и слушаю. Свет, скажи, пожалуйста, спасибо тебе большое. В принципе, ты рассказала, ты разрешишь же видео выставить? Да, конечно, разрешу. Там, как раз, дорогие друзья, увидите, как первое-второе место определяет. И вот там Слава выиграет второе место, также фотографии прикрепил, а также покажу тот сумасшедший Бет, который был. И у нее очень много еще видео, но это пусть уже она на своем канале публикует. Скажи, пожалуйста, какие такие громкие соревнования нас ожидают впереди? Ну, вот следующий такой уровень, высокий, большой соревнований, это будет в Словении в Целе чемпионат Европы. Европа. Да, Европа будет, да. И дальше что? Ну, я как бы хотела бы подготовить самурая, потому что он очень достойная собака для того, чтобы выставляться на чемпионате Европы. У него на самом деле есть высокие шансы. Нашему заводчику большое спасибо. Вот, у него есть высокие. Я посмотрела на контингент, который там выставляется, и я понимаю, что реально у него есть шансы в призах быть точно совершенно, может быть даже и выиграть. Ну, как бы, и это, ну, просто нужно подготовить собаку, надо подготовить. Хорошо, я прямо вот в эфире сейчас. Да, да, собаку надо подготовить. Мы с тобой договариваемся, я протягиваю тебе руку. Тики-тики. Мы договорились, дорогие друзья, в присутствии у вас, наших зрителей, мы договариваемся, будем готовить с большой внимательностью. Да, подготовиться к такой поездке надо готовиться. Вот это у нас получилось нахрапом у меня сейчас, да. А сейчас надо готовиться. Август, сентябрь, 4 месяца, да. Мы за 4 месяца будем готовить самураи как чемпионат в Европу в Словении. Да, 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 все правильно. То есть, я не знаю, смогу я поеду, потому что я тоже не выездной, ну, санкции и т.д. и т.п. Но Светлане это ее питомец, она мамка самурачка, конечно, я ей доверяю. Дорогие мои, вы сами понимаете, по какой причине я доверяю Светлане своих питомцев, и не только своих питомцев, и себя доверяю Светлане, Монатасе, и Михаилу в том числе, потому что они много сделали для наших семей. Так что, дорогие друзья, вы очевидцы того разговора и договоренности между мной и Светланой, что мы готовим самурая, и Света его будет подготовить. То есть, самурай будет и здесь участвовать, и на Скоро будет участвовать, и на РКФ будет участвовать. Ну, на Скоро пусть Вика его выставляет. Да, на Скоро Вика его выставляет. РКФ мы поделим, договоримся. РКФ ты, и ты будешь одновременно его готовить. Да, ну, потому что его надо повыставлять будет по РКФ специальным статусом повозить. Значит, спецстатус – это выставка бывшей интернациональной цацибы, которая проводится у нас в России. У нас лишили, к сожалению, цацибов, но у нас с РКФ вот придумала такой спецстатус, можно закрыть шоу «Чемпиона России». Значит, дальше. Сейчас у нас будет выставка «Россия» в начале июня, но мы не успеем к ней подготовиться, мы не будем на неё целиться. Ещё я его… Самый главный спец… У меня просьба, ты должны везде поднять российский… Да, однозначно, нет, никаких других, да, да, никакие другие, всё правильно, да. У нас получается «Самурай», чемпион «Скор», чемпион России по версии «Скор», чемпион РКФ по версии… чемпион России по версии РКФ, чемпион Белоруссии. Ну, юный, юный он пока. Ну, юный, всё юный, так что я называю, и всё юный. Всё юный, да. И вот этот чемпион, многократный чемпион будет готовиться на чемпионат Европы. А когда чемпионат мира в следующем году? Чемпионат мира в следующий год он будет в Финляндии, Финляндия не разрешает нам писаться, поэтому мы его будем пропускать. Пошли они тогда. Да, а вот в 26-м году будет чемпионат в Стамбуле, в Турции. Ух ты! Вот туда можно будет прям мазать лыжи, да. Мы туда намажем лыжи. Так что вот так вот, дорогие мои. Да. Свет, тебе спасибо большое, что ты и нашла время, хотя столько, две с половиной недели была в пути, нашла время, приехала. У нас практически с тобой одни и те же зрители. Дорогие друзья, не пожалейте 300 рублей, подпишитесь на канал Светлана, телеграм-канал Михаила. Кто подписан, он очень сильно благодарен этим людям, я тоже им благодарен, помимо лечения, и много-много всего интересного. Свет, спасибо тебе огромное, что нашла время приехать, спасибо, что уделила время для нашей аудитории, для наших подписчиков. Ты знаешь, как я отношусь к твоим подписчикам. Да, я всегда рада рассказать о своем деле, который я обожаю, да, и поделиться, да. И ты знаешь, когда мы с тобой, я показываю ролик, ты что-то рассказываешь, люди видят, что мы это дело любим. Любим, да. Мы не наиграны, мы все это как-то сценарий. Я приехала и приехала, и все, да. Я села с первого кадра, только скинула видео, мы даже ни о чем не договаривались, потому что это неинтересно. Интересно с первых уст увидеть и услышать. А мой зритель, он не глупый зритель, он все понимает. Спасибо тебе огромное. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо тебе тоже. Чтобы ты наш радуешься, мотивируешься. После твоего рассказа, чтобы ты понимала, я хочу всех собак забрать, уехать на чемпионат Европы, и особенно под российским планом. Да, под российским планом. Все, до свидания. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok